Доброе утро, друзья! Мы летим на шаре. Это за нами, видимо. Атмосфер баллун. Сидим, ждем. Пьем чай. Я пью чай. Юля не пьет чай. Мы уже попили чай. Я как бы здесь тоже отказался, но понесли кексик, печенье. Неслохо постоять. Юля говорит, что немножко боится. Я считаю, ребят, бояться нечего. Ребята профессионалы. 9 из 10 шаров садятся нормально на землю. Короче, вообще грусть печаль. Отменили сегодняшний полет. Дали трубку телефона, там менеджер сказал, что погода, холодно, что-то все дела. Ну, короче, я думаю, что просто кто-то не полетел. Народу мало тут всего. Кроме нас еще, наверное, четверо. Ну, короче, ну, видимо, ему как-то нерационально. На шаре мы не полетали. Зато позавтракали третий раз. Ну, Юля второй, я третий. Мне кажется, я на весь день наелся. Вот, что не полетали. Беда, печаль и огурчение. Кстати, не знаю, слышно ли нас вообще. А то ветер дует. Вот. Юля завтра утром улетает. Ей надо домой. Все, ей здесь надоело. Так, а я не знаю, может быть, я завтра между... Она полетит из Казири через Стамбул. А я, может, доеду до Казири утром так же и доеду до РДЖС. Посмотрю, как у них тут. Со сноубордингом. Ну, вообще, с горнолыжкой. Я думаю, все в порядке. Ну, посмотрим, как у них. Со снегом. Ну, вчера РДЖС был виден издалека. Прям впечатляет. А сейчас мы идем здесь недалеко. Да. Музей под открытым небом в Геореме. Ну, примечателен он, наверное, по большей части тем, что на его территории располагается около 30 церквей. Вроде как пещерных. Вход платный. Не знаю, сколько стоит. Но знаю, что непосредственно в одну церковь уже на территории музея вход стоит 10 лир. Это темная церковь. Ну, говорят, наиболее интересная беспримечательность именно в самом музее. Ну, посмотрим. Вход стоит 30 лир. Я не пойду. Юля пойдет. Заснимешь видео? Чуть-чуть. Поснимай там. Один. Ну, и фоточки там тоже. Не, ну, что-то. Пока Юля ходит по музею под открытым небом, я вернулся в Геореме и нашел, как забраться, наверное, на самую высокую точку города. Сейчас посмотрим, что с нее видно. Наверху довольно ветрено. Но зато отсюда видна крепость Нортохисар, а с другой стороны крепость Учхисар и полностью весь Геореме. Вернулся. Говорят, все одинаково. То есть я, в принципе, ничего не потерял. Ну, кто мало посещал такие места, скажем так, под землей, скалами. Да тут этих мест вон, просто в любой... Вон, вон, залезай вон, пожалуйста. Ну, там фрески, они достаточно старые, интересные. Почему-то лики все. Глаза у всех были замазаны, видимо, специально брось. Османы, может быть. Да, ну, не восстанавливают ничего. Хотя там очень много туристов, ничего не восстанавливают. Просто собирают деньги. Да, и вход в темную церковь, да, так стоит отдельно, еще доплатить на 10 лет. Хотя от других церквей, которые там же находятся, абсолютно ничего не отличается. Но, может быть, просто побольше сохранилось там таких фресок, но в целом не отличается. Так вот. Можно даже, да, не отлично. Мы, наверное, поедим сейчас в сторону Пашабага, каменных грибов. На счет погода опять как-то все затянуло. Короткий световой день, погода не очень... Я думаю, сюда я еще вернусь как-нибудь, в теплое время. Эй, Гюнлер. Насал ценыс. Эй, ах, дешекередарен. Тамам. Ну, большую часть пути мы преодолели на машине, нас подбросили и прошли где-то километр с небольшим от перекрестка до Пашабага. Это небольшой участок местности, где-то гектар площадью, на котором около пары десятков грибовидных останцев стоят. А вот это вот полицейский участок. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ 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 МУЗЫКА Посмотрели Пашабак. Даже солнышко немножко нам улыбнулось, выглянуло. Сейчас опять скрылось. Мы идем дальше в Зельве. Километр остался. По дороге из Пашабага к Зельве было случайно обнаружено кладбище, причем, видимо, очень-очень старое. Я так думаю, что кладбище как раз относится к Зельве, а к Зельве это крупный монастырский комплекс, христианский. В общем, дошли мы до Зельвы, пьем в кафешке чай, аж за целые ювелиры, почти 40 рублей еда. Не знаю, я не горю желанием идти в Зельве, Юля, наверное, сходит. Вообще, Зельве это крупное поселение христианское, монастырский комплекс, вырублен был в луканических породах в 11 веке. И внутри в церквях нет фресок икон, то есть там только геометрический и растительный орнамент. То есть местные монахи были иконоборцами. А в 20 веке здесь, позже, в 20 веке здесь еще проживали мусульмане. И помимо церквей здесь есть также пещерная мечеть. Вход стоит 10 лир. Есть на машине парковка 3 лиры. Пивал чай и делал таймлапсы, наверное, не самые лучшие. И Юля сходила в музей, подговорит, мне бы зелью. Очень красиво. Вид там потрясающий. Вот это место стоит обязательно посетить. Казалось бы, что тут нечего смотреть, но там действительно что-то. Лучше, чем Гереме? Да. И дешевле. Три раза. И дешевле. Ходить там придется много. Полазить можно где. И посмотреть, и отдохнуть. Потрясающе. Монахи знали, где себе строить жилье. Все, понятно. Монахи знали, где себе строить жилья. Продолжение следует... Мы сделали возле Октопе таймлапсик И вот мужчина по имени Мехмед довез нас до Авануса Откуда мы, наверное, дома наберемся уже до Гереми Тысяча Гереми А это уже дуга, которая везет нас из Авануса в Гереми Причем на нашей старой классике автовазовской Мы зашли в то же самое заведение, где были в первый вечер котелёжки И все-таки решили попробовать в тесте кебаб, как сказать В горшочках готовится я взял курицу, Юля взяла креветти Стоит это, ну, 450-600 рублей в зависимости от начинки Ну и подороже Попробуйте один раз, стоит Когда в горшочке, по-моему, я уже говорил об этом Разбивается горшок, потом все из горшка естся А нам еще сук, чай, это все Рассказываешь, хватит, он заказал Лыжи у печки стоят Спасибо Это разнообразие надо внести Да, мы будем с тобой Сауфи Гарнир Еще сам горшочек Да, что-то мы, кстати, сук-то съели, как и все В принципе, его не голодны Ну, попробуйте, ладно Кстати, рис, непонятно, что Печарица О, молотком О, молотком О, молотком Ничего себе О, молотком Ммм, прекрасно, это что-то вообще, я объясню вам вкусно, вкусно пахнусь, вкусно выглядеть. Не, ну ее тут как бы немного. Вот это, ребята, вещь. Приступим. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Все кто-то меня знает. Саламу алейкум. Ай, маше аллах. Зелбе гидею, вай Юнус ефенд. Паша бай гидею мюнус. Да, гидею мюнус, мы не виделись уже. Боя гидею мюнус. Боя аппетит. Боя аппетит. Сау. Ммм. Я верю. Улыбку хотела. Улыбку хотела. Да, хорошо. Ягладку, сказал бы вы. Аня. Она стала христианом. Улыбка. Мягко-какар. Это, наверное, машина. Улыбка. Ягель. Исправед. Да, это так, так. Аня. 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 Увидите в Гюреме желтый Мерседес такси, универсал, старенький, это Юнус. Очень приятное заведение. Слушай, не забыл, как зовут дедушку. Но дедушка, спустя 3 дня получается, помнит, как меня зовут. Хотя мы здесь в принципе недолго не зашли. Так он сказал, Александр, еще чай. А заведение, собственно, вот, кстати, это машина Юнуса. Лучшее такси здесь, мы его слугами не пользовались. Но, по-моему, его машина здесь одна, только Мерседес универсал. А само заведение находится в центре. Вот перекресток такой и вот это заведение. На входе... Да, фонтан сейчас не работает, вот здесь действительно фонтан. Да, вроде... А, вот, да, фонтан посередине точно. Летом, если. Само заведение, вот, горшочки и вот название S&S ресторан. Очень рекомендую.